Мы тогда переходим к следующему выступающему, это Борис Бобровников, генеральный директор компании Крок, наверное, один из самых известных менеджеров в IT-бизнесе, урят многочисленных рейтингов, сейчас перехвалю. Соответственно, Борис, приглашаю вас, вы будете с… А, сейчас мы у организаторов поинтересуем. А дайте, пожалуйста, такую переключалку, если можно, такая есть, я бы тогда с места и… А, только через ноутбук, но этим лучше на самом деле. Коллеги, ну мне кажется, что мы уже прилично начали друг друга кошмарить. Я вот только сегодня пришло в голову, что англичане говорят о погоде, а россияки говорят о нефти. Здесь все собрались, судя по всему, специалисты по нефти. Я тоже, как вы знаете, специалист по нефти разживу в этой стране, во всяком случае работаю. Хотя я профессиональный айтишник, могу сказать, что добавить еще ощущения не могу. Есть еще одна тема международного заговора. Нет, 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 нет. Это пусть обсуждают эти вот, которым все пиндосы жить мешают. Нам они не мешают, мне во всяком случае. Значит, тоже понятно, откуда это берется. Ну, насколько я понимаю, предыдущие все кризисы начинались, когда совокупная стоимость добываемой нефти превышала 9% мирового ВВП. Осенью она была 7,5%. С тех пор цена поднялась, по-моему, довольно прилично. Что делать? Кто виноват, понятно? Мы уже сказали, знаем. Значит, да, эти, эти, они, во-во, они. Значит, так как они виноваты, то нам нужно понять, что нам делать. Вот с точки зрения айтишника и с точки зрения владельца компании с оборотом под миллиард долларов, я могу сказать, что нужно срочно что-то внедрять. Очень быстро. Вот мы, например, взяли и в кризис увеличили затраты в IT. Ну, мы увеличили затраты на рекламу, маркетинг и вообще все прочие виды продвижения. Это понятно. Хотя в деньгах это было меньше. Понятно. Почему? Потому что цена упала. А так, в принципе, мы, вот, я считаю, что этот год еще может быть тучным, еще может быть тучным. А там уже 12-13 и дальше годы они, с моей точки зрения, выглядят довольно пессимистично, довольно мрачно выглядят. И я бы предложил активизироваться на бизнесе сегодня, на инновациях сегодня, а эти инновации помогут продержаться следующие годы, если они вдруг окажутся неважными. Но если они окажутся отличными, то я ошибусь и я буду счастлив, я очень люблю ошибаться. Что же нам делать? Нам нужно просто понимать, что инновации задают четкое соответствие между потребленными ресурсами и затратами на них. Они позволяют не отвлекаться от главного. Они настраивают инфраструктуру под динамику развития бизнеса. Ну, собственно говоря, с моей точки зрения, самая главная инновация должна происходить в нашем мозгу. Жизнь совершенно другая. Вот в восьмом году, в августе восьмого года, она закончилась. Она больше не повторится. Ее больше не будет. Она началась другая. Как говорили Стругацкие, прежняя история закончила течение свое. Помните этот самый «Гадки лебеди». Что мы предлагаем? Мы предлагаем думать об аутсорсинге, потому что инвестировать собственные средства или заемные средства в собственную IT-инфраструктуру, в эти все монстрические серверные, центры обработки данных, телеком, во все эти интеллектуальные здания. Во-первых, просто нет времени. Потому что все такие проекты требуют нескольких лет. Два-три года. Проектирование, тендеры, поставки, монтаж. Нет этого времени. Это нужно сегодня. Сегодня. Мы не знаем, что будет в 2012 году. Давайте рассмотрим вариант, как получить инфраструктуру сегодня. Инфраструктуру сегодня можно получить, взяв ее в аутсорсинг. Взять ее готовую. Очень простой пример. Мне он очень нравится. Представьте, что у вас есть IT-бюджет тысячи долларов, например, в год. На эти тысячи долларов вы покупаете компьютер и дальше что вы с ним делаете? Понятно. Понятно, что с ним делать. Ничего. Как пишущая машинка. Если вы берете его в аренду и платите, например, 400 долларов в год в течение трех лет. Да, вы заплатите больше денег, потому что банковские ставки, накрутки лизинговые или другой компании. Но у вас сегодня осталось 600 долларов. Вы на них начинаете решать свои проблемы. Вы покупаете проблемно ориентированный софт. Вы нанимаете консалтинговую компанию, если она вам нужна. У вас точно в основном бизнесе есть куда потратить эти 600 долларов. Зачем тратить тысячу? Я пытался это рассказать господину Кудрину, причем подобрал такие формулировки из жизни на самом деле, чтобы привлечь его внимание. Реальное внимание привлеклось, не знаю, будет ли какая-то реакция или нет, но речь идет о том, что Соединенные Штаты планируют сэкономить 10 триллионов долларов в течение 10 лет за счет только на IT-инфраструктуре, только за счет аутсорсинга. Это одна из составляющих плана Обамы. Господин Обама сказал, ребята, прекратите строить свое, прекратите. Вот есть Google, вот есть Microsoft, вот есть другие провайдеры, арендуйте облака. И в девятом-десятом году я коллекционировал, сейчас уже бросил, коллекционировал успешные проекты из Соединенных Штатов. Облачные технологии позволяют экономить от двух до десяти раз деньги. Сидио в Лос-Анджелес, 40 миллионов долларов, какая-то там IT-инфраструктура какой-нибудь там, ну условно пожарной службы. Замечательно. Облачные технологии 5 миллионов долларов в год. 40 и 5. И они получили все, что нужно. Собственно говоря, аутсорсить сейчас можно все. Ну, домашние задания еще не научились аутсорсить, но я сильно подозреваю, что современные дети уже это делают, но мы об этом не знаем. В любом случае своих я еще не поймал за этим, но я не удивлюсь, если они это делают. В конце концов, есть разница во времени. Прекрасно скинул задачку в Индию задачу по изготовлению домашнего задания и вперед. Должен сказать, что IT-аутсорсинг в России приживается не очень хорошо пока. Не то, что не очень хорошо, он просто медленно разгоняется, и тому есть абсолютно объективные причины. Дело в том, что до кризиса, когда было огромное количество кэш, и каждый бизнес рос на 20-30 процентов, и все были убеждены, что так будет вечно, что нефть будет стоило 200, там, 2 тысячи, 20 тысяч за баррель и так далее, то все, как подорванные, извините за выражение, инвестировали в IT-инфраструктуру. И когда все это грохнулось, компании остались с IT-инфраструктурой, рассчитанной на многие годы вперед, ну, на 3-4 года, как минимум. Соответственно, значительная часть бизнесов еще не вышла на докризисный уровень, сейчас вот начинает выходить, наверное, в 11-м году многие выйдут, но еще не вышли, и плюс к этому IT-инфраструктура банально не устарела, она еще актуальна. В тот самый момент, когда приспичит эту самую инфраструктуру менять вот этих самых десятков миллионов долларов, их не будет свободных, не будет. Поэтому будет вариант только один – аутсорсить. Если мы все это увидим, то нам нужно просто подождать, просто подождать, когда у компании закончатся деньги и потребуется менять инфраструктуру в связи с моральным старением, ростом бизнеса и так далее. Кто у нас уже занимается аутсорсингом? Это, в первую очередь, ритейл. Ритейл находится на острие, они считают каждую копейку или уже доли копейки, и поэтому у нас в прошлом году, у нашей компании прошло несколько крупных проектов с крупнейшими ритейловыми сетями, каждый проект по нескольку миллионов долларов. Они арендуют СОДА вместе с серверами. У нас хорошо разработана SaaS-модель, это когда наш клиент не покупает лицензию, а арендует лицензию на программное обеспечение. Это пока не очень востребовано, потому что там входят всякие соображения безопасности и так далее, и так далее. Но когда начинают считаться деньги, когда у тебя есть выбор, либо арендовать за 100 тысяч долларов в год, либо за 500 купить, я думаю, что торг здесь неуместен, будут арендовать. Значит, ритейлы требовали Центробанка к банкам, к банкирам резервный СОД, он разворачивается мгновенно, например, в нашем СОДе разворачивается мгновенно, пожалуйста, никаких инвестиций, платить деньги, получать СОД. Ну и понятно, все инновации. Те, у кого мало денег на стартапы, те, кому нужна инфраструктура, Роснано, кстати, вот считайте, что это большой бизнес-инкубатор, они идут по этому пути, потому что все те бизнесы, которые менеджат, каждому строить инфраструктуру, это откровенное безумие. Каждому дается вход в единую ERP-систему, пожалуйста, там отчитывайте, генерите свои отчеты, это почти бесплатно. Мы строим СОДы, как я уже говорил, это востребовано, и мы считаем, что Россия в ближайшие несколько лет переживет бум этого СОДостроения, потому что на Западе коллективные СОДы уже доминируют, их, наверное, уже 60-70% от общего объема СОДов. В России пока ситуация обратная, там процентов 90-95 до сих пор находится в владении тех или других компаний, но это все очень быстро поменяется. Должен сказать, что помимо классического аутсорсинга, существует еще большое количество финансовых инструментов, которые в России тоже никогда не были особо востребованы, просто потому что, во-первых, наш аккаунтинг, наша бухгалтерия, это не очень рассчитано, во-вторых, ментальность не позволяла, а в-третьих, банально было много денег, я повторяюсь. Поэтому сейчас вот ту рассрочку, которую могут давать IT-компании и партнеры IT-компании, лизинговые компании, я имею в виду мировые, Worldwide, крупнейшие игроки этого мирового рынка, это комфортно, это приятно, это работает, это становится все более и более востребовано, этот рынок очень быстро растет. Понятно, что проще взять в лизинг или использовать какой-то более сложный, более хитромудрый инструмент, но тем самым высвободить кэш для того, чтобы делать инвестиции в основной бизнес. Очень хороший, интересный пример. Крупнейший мексиканский университет, порядка 100 тысяч студентов, около 20 локейшен в Мехико и вокруг Мехико, необходима информационная система. Стоимость несколько десятков миллионов долларов, до 50 миллионов долларов. Таких денег нет и, в общем-то, никто не собирался их вкладывать. Они собирают дополнительно по 10 долларов с головы студента в месяц, что, в общем, подъемные деньги, и арендуют эту инфраструктуру. Получают ее практически сразу, практически сразу, и сразу начинают решать свою задачу, основную бизнес-задачу, то есть обучение. Они не строят у себя это подразделение IT, которое тоже оттягивает много денег, понятно почему. Они не там не выбирают между платформами. Они говорят, компании, вот кто готов нам с это аутсорсить, у того мы возьмем, пожалуйста, 10 лет, по 10 миллионов долларов в год, ну понятно почему 10 миллионов. 50 миллионов долларов получает компания, которая дает им аутсорсинг. Вообще, надо сказать, что во всем мире системные интеграторы пошли дальше. И, например, в Индии крупнейший интегратор Tata занимается следующим. Они строят совместные предприятия со штатами, то есть с государственными органами, когда они инвестируют деньги, как системный интегратор, строят инфраструктуру, а штат не инвестирует деньги, а привносит как бы ноу-хау. А ноу-хау, например, это выдача паспортов или выдача каких-то справок. Соответственно, компания Tata инвестирует десятки миллионов долларов, потом оказывает платные услуги сама, через это совместное предприятие, которое контролируется в том числе и властями штата. Ну там бывают штаты, которые больше, чем Россия по населению, поэтому там слово штат это довольно что-то монстрическое. Это тиражное явление, это происходит в Южной Америке, это происходит в Индии. Я далек от мысли, что у нас это будет происходить в ближайшие годы при нынешнем режиме, потому что нынешний режим никогда не отдает ничего на сторону. Предпочитают сами же там его употреблять, но при этом услуг, естественно, не получается. Вспомните паспортный проект имени НИИ Восход и так далее. Да, то есть понятно.